Канал Денис представляет Здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала. В этом видео я расскажу вам о подводной лодке USS Albacore AGSS 569. Экспериментальная подводная лодка USS Albacore AGSS 569 была спущена на воду в августе 1953 года. Флот США тогда интересовался созданием субмарин, способных развивать высокую скорость под водой и обладавших при этом хорошей маневренностью. Для достижения подобных результатов инженеры предложили новую форму подводной лодки, каплевидную, с обтекаемым носом, очень напоминающую дирижабль. Построенная на Портсмутской военно-морской верфи, штат Нью-Гэмши. Субмарина имела длину 62,2 метра, ширину 8,4 метра и водоизмещение 1540 тонн. Выполненный в виде тела вращения укороченный корпус, Альбакор обращал на себя внимание отсутствием выступающих частей, за исключением небольшой рубки. Все поперечные сечения средней части корпуса были сделаны по возможности круглыми. Носовая и особенно кормовая конечности имели заостренную форму. Для снижения сопротивления трения наружная обшивка корпуса была отполирована. Обводы Альбакора широко разрекламировали как принципиально новое в подводном кораблестроении архитектурное решение. Еще на стадии создания Альбакор приняты, на нем отдельные конструктивные решения внедрялись на дизель-электрических подводных лодках США. С передачей флоту исследовательское назначение Альбакор не изменилось. На нем отрабатывали способы управления скоростными подводными лодками, различные системы и устройства и многое другое. Маневренные качества подводных лодок на всех стадиях их развития рассматривались как первостепенный тактический элемент. Маневрирование подводной лодки по глубине осуществляется с помощью горизонтальных рулей, а по курсу – вертикального руля. С увеличением скорости подводного хода возникает необходимость особо точного управления лодкой по глубине, чтобы исключить ее провал на недопустимую глубину. Такие примеры были даже в ту пору, когда скорость подводных лодок не превышала 80 узлов. При высоких скоростях подводного хода нецелесообразно и даже опасно использовать носовые горизонтальные рули для погружения или всплытия, поскольку быстрее и надежнее дифферент может быть создан кормовыми горизонтальными рулями. На Альбакорс управление кормовыми рулями осуществлялось с помощью высокочувствительного устройства самолетного типа, позволявшего одному рулевому управлять движением лодки одновременно по глубине и курсу. Подобное заимствование закономерно. Ведь принципы управления движения подводной лодки и самолета имеют много общего. За 10 лет опытной эксплуатации Альбакор был несколько раз модернизирован. Объектом одной из модернизаций было кормовое оперение лодки, которое создавало большое сопротивление при подводном ходе. Повышение сопротивления являлось следствием того, что при одном грибном винте, в сочетании с чрезвычайно заостренной кормовой оконечностью, кормовые горизонтальные рули потребовалось выполнить такой формы, которая не нарушала бы общих условий обтекания. В результате площадь кормового оперения резко возросла, и его сопротивление в несколько раз превысило таковое обычных подводных лодок. При модернизации сопротивление кормового оперения уменьшили, и оно было принято в качестве образцового для ПЛА США. Наиболее серьезную модернизацию Альбакор прошел в 1963-1964 годах в связи с тем, что не смог подтвердить проектную скорость подводного хода. На лодке были заменены грибной электродвигатель на более мощный 11 тысяч киловатт и свинцово-кислотная аккумуляторная батарея на серебряно-цинковую. Кроме того, обычный грибной винт был заменен на соосные винты противоположного вращения, что повлекло за собой реконструкцию линии вала и всей кормовой оконечности корабля. По сравнению с обычными, соосные грибные винты противоположного вращения имеют более высокий КПД. Поскольку лопасти винта имеют винтообразную поверхность, при его вращении вода не только отбрасывается назад, но и закручивается в сторону вращения лопастей. Между тем, задача движителя – только отбрасывать воду, создавая реактивный импульс, силу тяги. На закручивание потока затрачивается значительная доля мощности, подводимой к винту от двигателя. Соосные грибные винты противоположного вращения имеют более высокие КПД в основном за счет того, что при их работе часть мощности, теряемой на закручивание потока, как бы восстанавливается при его раскручивании вторым винтом, в результате чего возникает дополнительный упор. Переход от обычных грибных винтов в соосном противоположного вращения позволяет увеличить примерно на 10% пропульсивный коэффициент корабля, на который КПД грибного винта влияет решающим образом. Возможно, замена грибного винта имела решающее влияние на то обстоятельство, что после модернизации «Альбакор» подтвердил проектную скорость. За 19 лет службы лодка прошла через четыре крупные модификации и множество мелких доработок, направленных на увеличение скорости хода и маневренности. Конструкторы экспериментировали с расположением рулей и тормозных щитов, звукоизоляцией механизмов и трубопроводов для снижения шумности, установкой соосных винтов и т.д. После модернизации максимальная скорость подлодки выросла до 33 узлов 61 км в час. USS «Альбакор» регулярно выходила из Портсмута на испытания к Багамским островам, на Кубу, в Канаду, а также в различные американские порты. Лодка не раз служила мишенью для отработки противолодочного вооружения, при этом сама вооружение не имела. В 1972 году дизели USS «Альбакор» пришли в негодность. Их замена обошлась бы достаточно дорого, поэтому лодка была выведена в резерв и хранилась на базе в Филадельфии, а в 1980 году и вовсе была выведена из состава флота. Вскоре ею заинтересовалось Портсмутское морское общество, желавшее организовать в городе музей и подыскивавшее для него центральный экспонат. За три года общество собрало почти полтора миллиона долларов и выкупило списанную субмарину. В гавани для нее места не нашлось, потому активисты решили установить подлодку на берегу на бетонных опорах. 30 августа 1986 года USS «Альбакор» открылась для посетителей. Лодка принимает гостей каждый день, за исключением января и февраля, когда музей работает по предварительной записи. Дорогие друзья, спасибо за просмотр! Не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться на канал и обязательно прожимать колокольчик.